итак друзья нам что нужно приготовить сегодня свинина шея в казани для этого нужен будет лук 2 морковины 3 помидорины петрушка лук и чесночок сейчас все порежу потом еще раз включу итак друзья следующий этап значит у нас мясо кубиками лук следующий морковь соль это все по очереди потом идут помидоры зелень и томат паста и чеснок вот вы видите он пойдет уже вместе с зелень для того чтобы все было вкусно и прекрасно да так теперь я должен пока прекратить съемку и так казан разогрелся и пассируем теперь мясо закидываем понемножку тоже важно чтобы казан нас не остывал это самая важная процедура она очень важно чтобы сохранить вместе то что нужно сохранить напоминаю свиная шея зайдем пойдет лучок морковь и солим только после того как положим лук морковь солим дальше у нас нет помидор зелень и томат паста нет чтобы проверить еще разогрелся мы живем все в данном случае это все в данном случае рядом с ними Hey! мы кастрюляем и как Казалось, очень удобно для готовки, лучше, чем сковорода, огонь у нас максимальный. Ничего не пригорает, а приобретает корочку такую. Я не всегда сильно делаю, потому что сильные пригорают потом кусочки не моим зубам. И так процесс пошел, друзья, пишем на камеру Соня и Соня. Но Соня здесь у нас X3000, а здесь Sony A57. Управление со смартфоном. И так пусть все жарится. Включим позже. Ну вот, друзья, процесс идет, водичка выходит. Ну а лук черновато. Пусть все приобретет такой цвет, который нам надо. Чтобы не оставалось того сырого вида. Чтобы все было и приобрело красивый цвет мяса, который нам надо при готовке. Закончим, пускай еще поджарится. Что касается времени, друзья, то я стараюсь не слить за время и рассмотреть на картинку, которая появляется здесь в Казани. В целом уходит это минут 45 на всех. Ну я смотрю картинку. Вот уже требуется сюда лучок. Что мы и делаем. У нас крупно-порезанный лук, который превратится потом в ничто, фактически. Температура приличная. Лучок. Может кто-то любит мелко, я иногда помельче делаю, иногда как-то все равно он уходит весь и превращается в ничто. Ну вот теперь с лучком пусть пройдет время. Запустить морковь и посолить. Что мы сейчас и сделаем. Газ полный. Все мясо будет приготовляться, в общем-то, в этой. Морковь, лук, помидоры, зелень. Так, сейчас мы солим. Солим шмат, шмат. Вот шмат вот здесь сколько. Сколько берет пятерня, столько и солим. Даже чуть можно меньше сбросить. Вот этого достаточно. Теперь мешаем. Газ полный. Соль кивами. Сейчас пойдет вода. Соль даст выделение обильное из воды, из мяса, из моркови, из лука. Тем самым начнется такое тушение. Для этого мы накрываем и запись пока отключаем. Не за счет. Ну что, пришло время. Вот какую картинку мы видим. Запах ароматов стоит чудесный. Конечно, я больше люблю говядину, но за это время, за 40 минут говядину таким способом, чтобы ее можно было прожевать. Сложновато. Это надо отбивать с уксусом. А это все не особо приемлемо. Здесь особо ничего такого нет. Ну, потом пойдет, конечно, там от паста, там уксус. Ну, вот теперь помидоры, конечно, тоже крупно, но они все превратятся. Не надо никакого соуса, ничего. Все будет в одном флаконе мясо и соус. Закрываем и выключаем пока. Завершающая стадия. Пойдет у нас томат-паста. Раз, два. Достаточно. И зелень с чесночком и перчиком. Чесночок. Зелень. Печек умеренно. Все это перемешиваем. Закрываем. Через 10 минут все будет готово. Такая сказка получается. Можно с картошкой, можно с макаронами, можно. Просто с хлебом, с хрустящим. Вот такая картина получается красивая. Все это у нас должно еще 10 минут. И мы через 10 минут включимся. Ну вот, друзья, пришло время. Смя. Сминая шея. Лук, морковь, помидоры, зелень. Готово. мясо и соус все готово все готово для того чтобы поесть приятного аппетита друзья на этом мы закончим наша видео до встречи в эфире всем приятного аппетита а